Назван в честь Титан-класс и тип судна, пассажирское судно класса Олимпик Порт приписки Ливерпуль Позывной МДЖ Организация International Mercantile Main Company Владелец White Star Line и International Mercantile Main Company Оператор White Star Line, изготовитель Harland & Woolf Заказан к постройке 17 сентября 1908 года Строительство начато 31 марта 1909 года Спущен на воду 31 мая 1911 года Введен в эксплуатацию 2 апреля 1912 года Статус затонувшие обломки Основные характеристики водоизмещения 52 310 тонн Длина 269,1 метра Ширина 28,19 метра Высота 18,5 метра От ватерлинии до шлюпочной палубы Осадка 10,54 метра Двигателя 2 четырехцилиндровые паровые машины Тройного расширения и паровая турбина Мощность 55000 Л, С, Движитель 3 трехлопастных винта Скорость хода 23 узла Экипаж 899 Пассажироместимость 2439 Регистровый тоннаж 46328 Бретер Проектирование Проектированием судов Класса Олимпик занялся Конструкторский совет верфи Harland & Woolf В него входили глава верфи Уильям Перри, директор-распорядитель Александр Карлиль, директор конструкторского бюро Томас Эндрюс и его заместитель Эдвард Уайлден Карлиль разработал проект корпуса, составил планы установки машин и механизмов Эндрюс полностью отвечал за разработку проектной документации Конструкторские чертежи заняли 411 отдельных документов Ознакомившись с основными из них Руководство White Star Line заключило соглашение о строительстве двух гигантских лайнеров С верфью Harland & Woolf С которой давно имело тесные экономические отношения Идея в начале 20-го века на рынке трансатлантических перевозок Сложилась интенсивная конкуренция между судоходными компаниями Кунард Лайн и Уайет Стар Лайн Обе они были британскими, но Уайет Стар Лайн входила в американский трест Интернешнл Нью-Контайл Мэйн Кампани А Кунард Лайн находилась под влиянием британского Адмиралтейства 11 В 1907 году компания Кунард Лайн ввела в эксплуатацию пара турбохода Мавритания и Рузитания Самые большие суда в мире того времени Кроме того, они были способны развивать скорость до 25 узлов 46 км в час, что позволяло им пересекать Атлантический океан за 5 дней Появление больших, быстроходных и надежных лайнеров у основного конкурента Пагубно отразилось на прибыли Уайет Стар Лайн 12 Ее исполнительный директор Джозеф Брюс Эсмей Проконсультировавшись с президентом ирландской субостроительной верфи Харленд Энг-2 Уильям Мэн Перри Принял решение о строительстве двух суперлайнеров Не столь быстроходных, как Лузитания и Мавритания Но превышающих их поводоизмещения, пассажироместимости и уровня сервиса По замыслу руководителей судоходной компании Первым заступить на службу должен был пароход Олимпийцев А через 10 месяцев Титаник, названный в честь героев древнегреческих мифов Титанов, которые вознамерились свергнуть богов-олимпийцев За что были неизвергнуты имя стартов Чертежи будущего гиганта были одобрены 29 июля 1908 года Титанику был присвоен серийный номер 401 Киль лайнера был заложен 31 марта 1909 года Постройка Титаника велась по классической схеме На горизонтальный киль, монолитный стальной брус толщиной 7,62 см Устанавливался вертикальный К нему крепились балки, соединенные между собой стальными клепанными листами Которые образовывали настил второго дна По бокам от килевого бруса устанавливались стрингеры Обеспечивающие продольную жесткость вдоль длины корпуса На судах класса Олимпик устанавливали по четырем днищевых стрингера На каждой стороне между центральной балкой и крайним листом Кроме них, под будущим машинным отделением Для повышения жесткости установили дополнительные стрингеры После сооружения настила второго дна Перпендикулярно к килю с обоих бортов Устанавливались стальные шпангоуты Представляющие собой профильные балки Шпангоуты правого и левого бортов Соединялись поперечными стальными балками, бинцами На которых крепились палубные настилы К 20 ноября 1909 года был готов основной металлический остов Каркас из переборок и 300 поперечных стальных шпангоутов Шпангоуты высотой по 20 метрам достигали настила шестой палубы Палубы Би И отстояли друг от друга на расстоянии 91 см Но в носовой части это расстояние сокращалось до 60 см А в кормовой – до 69 см В области расположения тяжелых машин и механизмов прочности Повысили путем установки через небольшие расстояния рамных Шпангоутов каркас корабля обшивался стальными листами Наивысшего сорта, которое еще долгие годы после него Оставалось промышленным стандартом Однако стальные листы еще до крепления имели небольшой дефект Дело в том, что на верфи Харланд Вулф перфорацию заклепочных Отверстий осуществляли холодным способом при помощи пробойника Кувалды, в результате по периферии отверстий образовались микротрещины Листы скреплялись тремя рядами стальных и железных заклепок Железо для заклепок не было наивысшего качества Заказывая материал для заклепок Харланд Вулф остановила свой выбор на бруске номер 3 стандарта Бест В то время как большинство судостроителей уже тогда предпочитали использовать Образец номер 4 Бест-Бест Традиционно шедший на изготовление лекарей, цепей и заклепок Предел прочности на разрыв в образце номер 4 приближался к 80% от аналогичной характеристики стари Тогда как номер 3 составлял только 73% Всего на постройку Титаника ушло свыше 3 миллионов заклепок 75% из них забивались вручную, остальные, при помощи гидравлической клепальной пушки Постройка Титаника осуществляли около 1500 рабочих Самым младшим из них было по 12-13 лет Мальчики работали с заклепками, разогревали их на портативных коксовых печах до температуры 815-990 И быстро подносили в указанное место В то время соблюдению правил техники безопасности практически не уделялось внимания Этим объясняется большое количество несчастных случаев За время работ на стапеле погибло 6 рабочих Большинство из них от падения с большой высоты Еще двое погибли в цехах и подсобных помещениях верфи 246 человек получили травмы, из них 28 тяжелые, приведшие к ампутациям конечностей, раздробления костей Спуск на воду Спуску лайнера на воду предшествовала длительная подготовка Вначале разбирались леса Затем масса еще не полностью построенного судна с подкилевых дубовых колодок переносилась на гидравлические курки После чего из-под днища убирались опоры и стойки, которые поддерживали корпус в требуемом положении, крепились деревянные салазки По окончании этой операции тщательно смазывались спусковые дорожки Для спуска большого судна на эти цели уходило 23 тонны паровозного масла, смазки из рыбьего жира и жидкого мыла 31 мая 1911 года по случаю спуска Титаника на воду на набережной Белфаста и на песчаных отмерях реки Лаган собралось порядка 100 тысяч человек Большой резонанс был вызван еще и тем, что на этот же день White Star Line запланировала выход из Белфаста успешно прошедшего ходовые испытания Олимпика На специальной трибуне возле корпуса лайнера находились почетные гости Владелец треста им Джон Керпонг Норган, Джозеф Брюс и смесь дочерью Маргарет, Лорд и Леди Перри, мэр Белфаста и другие сановники Неподалеку от носовой части были установлены еще три трибуны, две для приглашенных гостей, одна для прессы Как и все суда компании White Star Line, Титаник не проходил традиционный обряд крещения, а его бортами разбивали бутылку с шампанством Около полудня заключительный обход совершил президент судоверху Уильям Перри, напоследок еще раз проинструктировав рабочих 29 В это время в воздух взлетела сигнальная ракета, призывая все мелкие суда покинуть залив, поскольку приближалось время спуска По этой же причине на корме Титаника был поднят красный флаг В 12 часов 13 минут при помощи гидравлического пускового механизма были отданы курки, корабль начал движение по наклонной плоскости стапеля В 12 часов 14 минут Титаник за 62 секунды благополучно сошел кормой вперед со стапеля в реку Лагар Для торможения использовались шесть якорей и две прикрепленные к судну якорные цепи по 80 тонн каждая, которые волочились по дну, останавливая развившую скорость 12 узлов Титаник До полной остановки новый лайнер прошел половину своей длины Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова